Особое внимание со стороны администрации Архангельска и коммунальщиков к уборке снега и наледи. Ночью на очистку городских улиц выезжает до 100 единиц техники. За последний месяц они вывезли почти 70 тысяч кубометров снега. За сутки выводится порядка 5000 кубометров снега со всего города. Основные объекты это центральные улицы города, вот Ломоносово, как видите, сейчас грузим на разделительном газоне. То есть вывозим снег с обочин, газонов, прилегающих территорий, въездов, площадок. Приводят в порядок также площадь возле морского речного вокзала. Здесь во время форума городская служба спасения откроет выставку у спецтехники, работающей в Арктике. Сейчас вы видите, идет вывозка снега, подготовка территории, убираются вдоль причала в снег. И, соответственно, вот здесь делается проход в виде деревянного тротуара от Сафу, для того, чтобы гости могли комфортно пройти. Свой вклад в благое дело подготовки города к значимому событию вносят и коллективы предприятий. Например, сотрудники Архангельской геодобычи своими силами навели порядок на улице Суворова. Мы все очень любим наш город, я, например, коренная Архангелогородка. И я считаю, что любовь нужно доказывать не лозунгами и какими-то там криками, а именно делами встать и не лениться, не стесняться. В этой трудовой акции приняли участие почти 70 работников предприятия. Итог – 440 тонн убранного снега. Более масштабный уже общегородской субботник собрал накануне порядка 300 человек – сотрудников УФСИН, МЧС, службы судебных приставов, чиновников городской администрации и областного правительства. Общими усилиями от снега и наледи заметно очистили набережную Северной Двины, проспект Чумбар-Волочинского, территорию театра драмы, парки и скверы на набережной. Соответственно, основная задача для организованной, скажем так, части – это уборка наших пешеходных дом, уборка вокруг памятников, памятных мест. К масштабному событию улучшают городской ландшафт. Идет снос заброшенных ветхих домов, которые давно просились на утилизацию. Горсвет, наконец, занялся теми линиями уличного освещения, которые долгое время не работали, поскольку являются бесхозными. Так уже почти полностью переведен в рабочее состояние участок у торгового центра «Прага» на набережной. Заменены светильники, завершается монтаж линий электроснабжения. Мне, конечно, нравится. Будет красота, светло, чистенько, ну и уютно очень будет. Буду всегда ходить гулять. Также в ближайших планах предприятия – восстановление участков наружного освещения на набережной Северной Двины, на участке от улицы Шубиной до улицы Садовой, на мосту через реку Юрос и на улице Парковой. Зона особого внимания – главная площадка проведения форума САФУ. Специально к арктическому форуму здесь строят два больших павильона. Идут ремонты в основном корпусе, убирается и вывозится снег с территории. Весенняя погода тоже работает на город, но без человеческого участия ни в этом месте, ни в остальных округах Архангельска не обойтись. Поэтому темпы приложения общих усилий к наведению порядка не снижаются. Мы призываем всех выйти на субботники, прибраться у себя во дворе, прибрать какие-то общие пространства в городе. Это будет очень замечательно, здорово, когда мы все вместе, сплоченной командой, выйдем и начнем прибирать свой город. Второй общегородской субботник запланирован на 25 марта. Ближе к этому числу станет известно время и место его проведения. Вадим Федосеев, Евгений Зыков. Семь дней в регионе. Продолжение следует...